Нинель Плохина Нинель Плохина известна в Гродно и далеко за его пределами. Когда люди узнают о ее возрасте, они пребывают в легком шоке. Нинель Васильевне уже исполнилось 72 года. Она прекрасно выглядит, много путешествует, преподает йогу, танцует и считает, что во многом как начнется и утро, так и пройдет весь оставшийся день. Каждое утро Нинель начинается из стакана теплой воды с лимоном. И, конечно же, йоги. Несколько асан Нинель сейчас нам с вами продемонстрируют. Доброе утро! Я вас приветствую, сердечно приветствую с добрым утром и желаю, чтобы это утро перешло в добрый день. Сейчас мы с вами сидим в позе лотоса. Вы прекрасно знаете, что это очаровательнейший цветок, и там очень-очень много лепесточков, так вот вы тоже такой же цветок, как лотос. И каждый раз, каждый год этот лепесточек вам дает новые импульсы к новому взгляду и развитию в жизни. Но этим надо заниматься систематически, как я уже вам говорила. Сейчас наша задача пробудить 72 тысячи импульсов. Хотя 72 вряд ли, это, конечно, мечтать не вредно. Смотрите, что мы сейчас делаем. Хорошо упор делаем на ягодичцы и на седалищные кости, и в этом месте, где у нас подвздошно-поясничные. Но колени щадим. Когда мы наклоняемся, мы наклоняемся поясничкой, совсем поясничкой, тянем макушку вперед под прямым углом. И здесь начинает то, о чем я говорила, антигравитация. Макушку вперед, позвоночники вперед, и шейные, и грудные, а поясничный отдел назад. Сила противодействия тяжести. Вот моя йога-стречный йога, авторская, как бы, йога, она на основе балета, как в балете, как на одном пальце на пуантах танцуют, да еще потанцуют. И медленно, поднимаясь, сканируйте все, вам снова надо встать под прямой угол и сесть в таком положении. Ножку подводим к себе, вытягиваем, можно так, ножку, как вы хотите. Потому что так, если мы держим, то мы можем спинку еще раз прокорректировать, откорректировать, проследить. Какая спинка? Ровненькая, задача выполнена. Какая спинка? Ровненькая. И здесь у нас растягиваются, разворачиваются бедрышки, чтобы в конце сделать шпагат. Но это через полтора часа. Так сразу ничего не бывает. Дальше подтягиваем две ножки и делаем бабочку. Опять следим за тем, чтобы спинка была под прямым углом. Затылок напротив копчика. Все мышцы спины, поверьте мне, чтобы держать так позу, все мышцы спины работают. И чуть-чуть, как бы бабочку таким образом разогреем. Хорошо разогреем тазобедренные суставы. Разогрели. Здесь, как книжечку, разворачиваем ноженьки свои, которые нам служат бесконечно. Мы их не очень щадим. Хорошо. И дальше мы растягиваемся, ну, как мы говорим на тренировке, в складочку. То есть, опять же, таз наклоняем вначале, потому, что там все зажимы. Особенно 12-11 грудного отдела, они ленивые позвонки, потому, что мало как бы работают. И укладываем как бы верхнюю часть тела на ноги, при этом колени ровные, с тем, чтобы у нас сухожилия подколенные растянулись под шпагат и под более сложные асаны. Очень много асан в комплексе, уже не basic, а комплекс, который идет полтора-два часа, лежа на спине. Это бесценно, потому что мы прямоходящие, в любом случае, что бы мы ни делали, нагрузка идет на позвоночник. А так мы лежим, позвоночник как бы не нагружается, а в это время мы можем мощно проработать большее количество костно-скелетных структур и мышц. Вот сейчас я продемонстрирую несколько асан. Первая асана легкая. Это утро можете делать, но она очень полезная. Апан-асана. То есть, сгибаем ножки вот таким образом. Одну ножку вынимаем, вторую прижимаем к себе. Хотите, напрягайте позвоночник, потому что вы хорошо разогрели. Разворачивайте плечи, прижимайте лопатки и затылок. Но ножку надо растягивать максимально. Прижимайте максимально к животику, потому что перистатика кишечника очень хорошо начинает прорабатываться. И здесь хорошо, смотрите, ягодичку внизу подтягиваем, и она у нас в сторону большая ягодичная, самая противная. Не будет висеть, а ножки будут длинные. Это очень легкая асана. По одной ноге можно сделать, и можно сделать две ноги. Две ноги более сложнее. Больше подключается мышц на спине и по переду. Очень колени ровные. Вы осознанно тянете максимально, да. И можно две ноженьки. То же самое. И подержать, повисеть, планка лежа типа, да. А теперь смотрите внимательно. Чтобы был пресс, который держит животик, а животик всегда хочет вываливаться, махи с ровными коленями. Я делаю каждый день 35. Вы можете сделать 10 и отдых, и еще 10. На выдохе можно форсировано. Ножки сильные, лопатки развернуты. И вот то, что мы разогрели спинку, она вот, мышцы спины нам помогают как бы прорабатывать цельную систему мышц. Саламба-сарвангасана, стойка на плечах, потрясающая асана. Во-первых, вам надо поддерживать баланс настойки всех мышц, которые только есть. Упор больше на шею, но лучше на локти сведенные, потому что тогда шейным позвонкам чуть легче. Смотрите, вы вот так стоите, лимфодренаж идет. Видите, у меня щиколотки неотекшие. То есть вот этот лимфодренаж, он наводит баланс в жидкости. У нас же до 70% жидкости. Там все это хорошо наводит. Но не сразу, а постоять. Хотя бы как вот в минимум 30 секунд. И тогда мне спрашивают, что у вас давление? Какое давление? Там такая циркуляция мощная идет. Не может быть давления. Значит, вначале мы опять отстраиваем спинку, чтобы она ровная была. И инерцией своего веса тела в асанах мы... Есть такие асаны, которые инерцию веса используют. Инерцией своего тела делаем откат назад. И, пользуясь теми мышцами, которые мы пробудили, надо вывести вверх, в прямую линию, чтобы лимфодренаж был, и циркуляция крови, и чтобы все там сбалансировалось. Вся жидкость и кровотоки в том числе. Раз! С отката выходим вверх. Мышцами помогаем отстроить прямую линию. Таз вперед, конечно. Медики, ученые рекомендуют минуту. А после этого мы уже идем назад на позу лука. Дальше складываемся и встаем. Дальше делаем откаты. Один откат, спинка ровная. Я показала только часть тренировки. И полтора-два часа очень тяжелого труда. То есть слушать себя, слушать инструктора. И даже вот когда мне там говорят, ой, там нет никаких разговоров, что там не получается или болит. Нет, тут же организм срабатывает на минус. Вы генерал своим мышцам. Вы генерал своей жизни. Вы приказ им даете. Это мышцы души, сила воли. Вот типа так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова